Первый заместитель главы региона Руслан Хамбаров, депутаты областного маслехата и члены общественного совета области посетили департамент полиции. В ходе посещения они ознакомились с ходом реализации поставленной главой государства и министра внутренних дел задач по внедрению сервисной модели полиции и развитию цифровизации. Исполняющий обязанности начальника департамента полиции Актюбинской области Канат Алиев рассказал о криминогенной ситуации в регионе, а также о принимаемых мерах в рамках проводимой реформы в системе Министерства внутренних дел. В настоящее время проводится широкомасштабная реформа в системе МВД, начиная от оптимизации организационно-штатной структуры и исключения несвойственных функций, заканчивая улучшением социальной защиты сотрудников полиции. На первоначальном этапе нами сокращено 287 штатных единиц, упразднены 26 руководящих должностей, а также излишние управленческие извения и должности. Сумма сэкономленных средств при сокращении штатных единиц составила 416 282 000 тенге. За счет сэкономленных средств повысилась оплата труда и увеличилась социальная защита сотрудников полиции. Увеличилась оплата труда сотрудников патрульной полиции в прошлом году на 65%, оперативно-следственных подразделений на 55% и участковых на 25%. Кроме того, в рамках реализации поручений главы государства с 1 января 2021 года начато этапное повышение должностных откладов сотрудников полиции, которые будут проходить в течение трех лет. Порядка 500 сотрудников патрульной службы переведены с сержантов и офицеров. Это позволило увеличить их заработную плату. Для решения жилищно-бытовых проблем расширился перечень должностей, выплачиваем компенсации за наим жилья на территории обслуживания. Это патрульная полиция, участковые инспекторы, сотрудники дежурных частей спецучреждений, конвойно-кинологической службы, а также всех руководителей указанных подразделений. В текущем году в октябре установлены пять стационарных постов полиции, куда граждане могут обратиться по всем вопросам в любое время суток. В рамках реализации дорожной карты в течение пяти лет запланировано строительство 12 стационарных модульных постов и 16 участковых пунктов полиции. Одна из задач, поставленных перед департаментом полиции, введение сплошного видеонаблюдения в помещениях подразделений полиции. Так, на сегодняшний день установлено 979 видеокамер. Что касательно камер, фиксирующих нарушения ПДД, то здесь существует проблема. Но в следующем году будет реализован проект, благодаря которому ситуация в корне изменится. В СОУП в городе Ахтюбе выведены 4381 камеры, из которых 208 камер непосредственно СОУ управления полиции в городе Ахтюбе, 97 камер по программе смарт-сети Ахтюбе, 7 камер оружейных магазинов, это Паллада и Пантера, 1258 камер по программе облачное видеонаблюдение, то факториал подъезда 1075 камер, 947 камер по программе цифрал. Вот смотри, всего 4388, вводит цифра большая, а фактически, который регистрирует правила дорожного движения, нарушения, очень мало. Так же, да, всего, да? Очень мало. Вот на следующий год, чтобы депутаты сразу знали, что на следующий год мы реализуем проект государственного частного партнерства с компанией Сергек. Ну, наверное, все слышали, да, Сергек, это в рекламе не нуждается, это в 8 городах Казахстана. Большой проект, порядка 10 миллиардов тенге стоит, там сроком на 5 лет реализуется, соответственно, государство будет выплачивать равномерно в течение 5 лет. И там у нас будет вообще по проекту около 3000 камер. Но 3000 камер, это опять камеры, которые последнего поколения, которые позволяют именно выявлять нарушения днем и ночью, в том числе, это, который скоростомер, автобусная полоса, двойная сплошная, ремень и вот эти нарушения. По нарушениям права, да. Да, потому что у нас на сегодня фактически скоростной режим в других местах не соблюдается. Учитывая то, что, да, сегодня невозможно радарить в городе, да, там приказы министра у вас, да, запретили. Значит, вот это серьезная большая проблема. Далее депутаты посетили приемную для граждан, ознакомились с работой модульного стационарного поста и участкового пункта полиции. В завершении встречи заместитель Акима области заверил, что местные исполнительные органы окажут всяческую помощь по оснащению стражей порядка передовым техническим оборудованием. Анастасия Евсеева, Миржана Манджулов, телеканал «Октябрье».